Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Пружковский. Глава 10. Послышались стоны и вздохи. Кто-то пытался задобрить музыкантов жидкими хлопками. Однако танец не повторили, и публика волной, с ворчанием и шелестом покатилась обратно к скамейкам. Камита, гордо подняв голову, озирала веранду победным взором. Он шел за ней следом, возбужденный и довольный. Наиболее ретивые все еще хлопали в ладоши. «Так вам и надо, ротезей несчастный, прошляпили танец, в следующий раз будете умнее». Камита держала его под руку. Отдельные парочки в ожидании танца остались посреди площадки. Другие расхаживали взад и вперед, толкались, впутались под ногами. «Камита, приветик!» «А, это ты! Ой, подружка, что это у тебя? Ну-ка, подойди поближе». «В чем дело? Ты же видишь, я не одна». «Да подойди, не бойся, ничего с тобой не случится. К свету подойди поближе». Лохматая головка, чем-то похожая на пион, где он ее видел. «Круглящиеся груди, круглящиеся коленки, круглящийся задик, белые штанишки. А звать как? Либо, лига...» «Прошу прощения, я на минутку». «Что стряслось у тебя, Либочка?» «Темновато, тут никак не разгляжу». «Чего не разглядишь? Сама, что ли, не чувствуешь?» «Да вот же, вот!» Озадаченная Камита невольно подалась назад, широко раскрыв глаза, Либа пристально смотрела на нее, все подталкивая на середину площадки. «В чем дело? Говори, не придуривайся». «Да вот же, неужто ты не чувствуешь?» Либа протянула руку к лицу Камиту, там машинально зажмурилась, запрокинула голову. «Да погоди ты, не дергайся, не на цепь тебя сажают!» Лука поднялась еще выше, и в следующий миг роскошные ресницы Камиты очутились у Либы. «На-ка вот! Приклей покрепче, а то на радиостях и не заметишь, как проглотишь!» Он прыснул, но тут же осекся, ожидая, что будет дальше. Обстановка была нелепая. За такие шуточки ребята бьют по морде. Он был уверен, что у девушек до этого не доходит, но в какой-то момент ему показалось, что Камита вцепится Либе в волосы. Если поступок носит злостный характер, он ни в коем случае не должен остаться в стороне. Но как себя вести мужчине, чья дама подверглась нападению со стороны другой дамы? Впрочем, не исключено, что он, не зная местных нравов, напрасно ждал скандала. А что если ресницы в самом деле оказались плохо приклеенными и могли потеряться? Что, к счастью, не ускользнуло от наблюдательного взгляда Либы. И Камита, должно быть, заколебалась. Она стояла, будто окаменев. Ее прежнего мечтательного настроения как не бывало. Теперь Камита не казалась такой очаровательной. Ему почему-то было и стыдно за нее, и жаль ее. Но вот на лице той опять заиграла улыбка. Забрав у Либы ресницы, Камита обняла ее за шею и что-то шепнула на ухо. Лицо у Либы застыло, совсем как изображение на экране, когда останавливается кадр. «Нет!» — вскрикнула она. «Нет!» «Да, мышка!» «Да, милая!» «Никогда!» «Да, да!» Либа отпихнула от себя Камиту и убежала. Глянув ей вслед, Камита проговорила с нескрываемым презрением. Недомерка. Что случилось? Ничего страшного. Кого криком не возьмешь, тому следует шепнуть на ухо. Запомните мой совет. У нас в молочной работает кассирша. Настоящая фурия. Глотка у нее сирена корабельная. Но я как-то поманила ее тихо пальчиком, чтобы своей будке наклонилась. И так тихонечко шепнула. «А знаете, милая, у вас нервы не в порядке. Не запускайте. К добру не приведет. Попросите в месткоме путевку». Безотказно действует. Сразу столбенеет и рот на замок. Мысли бы и старые знакомые. «В самом деле?» Глаза Камита блеснули. «С каких это пор?» «Секрет». «Вы уже виделись? Интересно, когда? Сегодня утром?» Он усмехнулся и покачал головой. «Так когда же? Вчера?» Не унималась Камита. «Ну скажите, ведь вы же здесь всего второй день. Она что, приглашала вас на танцы?» «Нет, мы с ней вместе отомкнули одну дверь. Потом прогулялись по карнизам, прыгая с балкона на балкон. И все? Разве этого мало? От Либы можно ожидать большего. Я вам вижу, она не особо по душе. А вам?» «Довольно своеобразные манеры. Избави Бог от такого своеобразия. У девчонки-разбойницы в сказке Андерсона тоже своеобразные манеры. Ну, конечно, либо не стреляет, она предпочитает холодное оружие. Эта девочка, как вы не знали, но вот еще старая знакомая. Она сидела в тюрьме за попытку убить человека. Одного парня на тот свет чуть не отправила. И о своем ребенке совершенно не заботится. Говорят, его воспитывает бабушка где-то в виллянах или в ароклянах. И ребенок? Ну да. Впрочем, что ребенок? Вы бы лучше на мать посмотрели. «Так, а теперь вольно. Можете покурить?» Камита раскрыла ладонь с искусственными ресницами. «Мне очень жаль, но я должна ненадолго покинуть ваше приятное общество». «Не могу ли я быть чем-нибудь полезен?» «О чем вы говорите? Магия требует одиночества». «Одиночество — скучная вещь». «Ничего. Оставляю вам свою заместительницу». «Берута, присмотри, чтобы наш поэт не сник от мировой скорби. Заодно, разумеется, приглядит, чтобы не надел глупостей. Слышишь?» Пригрозив ей пальцем, Камита затерялась в толпе. Берута, потупив глаза, подошла поближе. Опять заиграли. «Надеюсь, вы сможете присматривать за мной и в танце?» Берута покраснела, не в силах скрыть радость. «Я плохо танцую». Ее откровенная робость была приятным облегчением. «Я тоже. Но мы же не на конкурсе». Берута сказала правду. Тянуть и подталкивать ее действительно было делом нелегким. Казалось, она о том только и думает, как бы держаться от него на дистанции. Шаг у нее был деревянный. Она то и дело смотрела себе под ноги, ужасно старалась, робела и переживала. «Мы с Камитой только что говорили о Либе. Оказывается, она у вас знаменитость». Я удивляюсь, как эта Либа пришла. «Обычно она на танцы не ходит. А вы?» «И я не хожу. Если не секрет, почему?» Берута впервые взглянула ему прямо в глаза. «Вы знаете, что такое аукцион?» «Очень приблизительно». «Никогда не читали?» «В Ленинграде, к примеру, на аукционе продают пушнину. Так вот, танцульки мне напоминают аукцион». «Ну и что?» «Должно быть, смелости не хватает». «Мне кажется, Либу не заподозришь в недостатке смелости». «Не смейтесь, мне ее жаль». «Жаль?» «Она не самая счастливая». «Простите, я действительно плохо танцую. Может, хватит?» «Да нет же, у вас не дурно получается». «Ни в коем случае нельзя ее отпускать». Что бы там Берута ни говорила, а ей нравилось танцевать, и совместные усилия давали свои результаты. Берута становилась смелее, разговорчивей. «Я бы хотел поговорить с вами». «О Либе?» «Нет, вообще. Но совершенно откровенно. Мы же собирались играть в откровенность. Сейчас я к этому отношусь серьезно». Берута насторожилась. Разволновавшись, она перестала следить за движением своих ног и вдруг сделалась легкой, невесомой. «Они же приходят сюда не за тем, чтобы танцевать. Вернее, танцы для них не главное. Они приходят, чтобы познакомиться. В конце концов, их можно понять. Как же без этого?» Она тихонько рассмеялась, но тут же примолкла. Опять посерьезнела. «Есть, конечно, и такие, кто приходит просто потанцевать. Я бы тоже приходила, если бы умела. Танцевать приятно». «Я, наверное, очень навязчив, но это, считайте, профессиональный интерес. Скажите, у вас... у вас никогда не было желания познакомиться?» «Как это?» «Право не знаю». «Ну, хотя бы из самолюбия. Или назло подругам. Ведь при существующих пропорциях мужского и женского...» «Я думаю, пропорции тут ни при чем. Я верю в счастье. Сто лотерейных билетов могут оказаться пустыми, зато 101-й с выигрышем». «Значит, вы фаталистка». «Не знаю. Но я уверена, что те, кому судьбой суждено встретиться, с первых дней неотвратимо движутся навстречу друг другу, постепенно, шаг за шагом, иногда отдаляясь, как в запутанном лабиринте». «А что, если этого второго просто нет?» «Понимаете?» «Нет математически. Где это должен быть? Может, очень далеко, на другом конце света, но должен быть. И вдруг пути пересеклись, они встретились всего на мгновенье, в ночной темноте, в толчье при вокзальной площади, в переполненном аэропорту. И сразу поймут, что они-то искали друг друга. Разве так не бывает?» Он, конечно, чего-то ждал от этого разговора. И потому был напряжен и насторожен, как человек, проверяющий электрический контакт, когда толком еще не уверен, не получится ли замыкание. Однако результат был в высшей степени неожиданным. Робкая берута на глазах преображалась в пламенную проповедницу, убежденную в своей правоте, готовую бороться, защищать свои взгляды, доказывать. «Поистине разительная перемена». Ее речь лилась свободно, на лице торжественное, почти самозабвенное выражение. Ошеломленный он остановился. «Разве так не бывает?» повторила она. «Иногда бывает. Чаще все-таки в фильмах, в романах. Да нет же. За правдой жизни не угнаться никакой фантазии». И она с увлечением принялась рассказывать о какой-то своей подруге и ее поразительной судьбе. Из этого разговора он не слышал ни слова, захваченные одной единственной мыслью. «А что, если письма писала она?» Ничего невозможного тут нет. Сквозь ее романтические бредни иногда прорывались нотки, казавшиеся ему знакомыми. Конечно, прямых доказательств или фактов в его распоряжении пока не было, но, судя по манере, выражению, образу мыслей, он без труда мог представить Беруту сочинительнице писем. Отдельные черты совпадали полностью. Повышенная чувствительность, с какой Берута говорила о других, ну, хотя бы о той же Либе, ее внезапная пылкость, переходящая в робость, едва речь заходила о ней самой. В письмах столько места отводилось к красотам природы, и разве не Берута предложила поездку на грибные куручи? А совсем недавно, когда пили вино, она ни с того ни с сего вдруг стала восторгаться облаками, небом. По тону и душевному настроению письма в полной мере соответствовали чувствительной и робкой натуре Беруты. А если еще добавить ту подкупающую искренность, с какой она признавалась в своих недостатках, в самом деле, почему бы ею не могла быть Берута? Однако мысль эта в нем вызвала что-то похожее на разочарование. Конечно, все это лишь предположение, но вот неувязка. Берута заочно училась в институте, а в письмах про учебу не было ни слова. Для полной ясности неплохо было бы познакомиться с почерком Беруты. «Мне жаль вас», сказала она. «Не понимаю, как можно быть поэтом и не верить в чудо». Все не так просто. «А я вас представлял о себе несколько иначе». «Каким же вы меня представляли?» «В ваших стихах столько романтики». «Вполне возможно». «А видите ли, поэты, как и шизофреники, страдают раздвоением личности. Стихи пишет романтик, пока реалист в нем дремлет». «Опять вы шутите?» «Нет, правда, не шучу». «И мне известно из достоверных источников, что и вы стихи пишете». Берута густо покраснела. «Кто вам сказал?» «У вас, случайно, нет с собой каких-нибудь стихов?» «Стихов нет». «Жаль». «Хотелось бы взглянуть». «Вы думаете, стоит?» «Не сомневаюсь». «Но я ведь пишу для себя». «Мы могли бы с вами заключить тайный союз под девизом другим, другим ни слова». «Что вы на это скажете?» «Я подумаю». Вид у нее был ошарашенный, будто она только что очнулась и пыталась сообразить, что ей во сне померещилось, а что она слышала наяву. от нахлынувших мыслей лицо ее омрачилось, но губы раскрывались в светлой улыбке и сквозь настороженную недоверчивость наружу ломились восторг и радость. Можно было считать, что тайный союз заключен. Субтитры из